Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «Комсомольской правды». Спасибо, что вы к нам подключились. Мы начинаем нашу онлайн-конференцию, которая сегодня посвящена вступительной компании «Игусы», которая уже идет в урон кодом. И о том, как она проходит, нам расскажут наши эксперты, о которых я представлю. У нас сегодня в нашей первой студии присутствует заместитель Министра образования и науки, молодежи и спорта «Автономная лесу веке Крым» Оксана Крайсникова. Также у нас присутствует ответственность секретарь приемной комиссии Таврического национального университета имени Владимира Ивановича Вернадского Алексея Бусина. Также у нас в гостях ответственность секретарь приемной комиссии Крымского агротехнологического университета Леталий Соколов, Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Крымского инженерно-педагогического университета Мустафа Джиляджи, а также ответственный секретарь приемной комиссии Крымского государственного медицинского университета Игорь Верченко. В России, уважаемые гости, все ведущие вузы у нас присутствуют, поэтому я надеюсь, что мы полную картину в ходе статистической компании Крыму получим. Первый вопрос у нас к Сане Красниковой, Сана Валентиновна. Расскажите о том, как проходит вступительная компания в вузах, которая в целом находится в Крыму, в частности, в подчинении Министерства образования и Крымского находит. Вступительная компания в самом разгаре, так скажем, она проходит достаточно спокойно в этом году, потому что особых каких-то таких кардинальных изменений в правилах приема не было. Система уже отработана, немножко были заминки по оглашению результатов тестирования, из-за чего немножко позже пошли, об этом все вузы говорили, немножко позже абитуриенты понесли свои сертификаты, сдавайте документы в приемную комиссию. Сейчас все в норме, судя по тем звонкам, которые поступают на телефон консультационной линии, опять-таки никаких нарушений нет, люди в основном консультируются о том, как сдать документы правильно, куда лучше пойти, пытаются получить, уточнить, в какой вуз лучше пойти, имеет ли этот вуз лицензию и все разрешительные документы, чтобы не попасть в проставку в будущем, чтобы иметь диплом действительно государственного образца. На сегодняшний день, достаточно вот по той ситуации, которую мы уточняли, в Торрический национальный университет уже более 3800 заявлений подано для поступления, в Академию национального, в Национальную академию природоохранного и курортного строительства уже почти 1000 заявлений подано, в Медуниверситет более 1500 заявлений подано, в Инженерно-педагогический университет 1300 заявлений, ну вот это из наших ведущих вузов таких. То есть, вступительная кампания идет своим чередом, достаточно спокойно, в спокойной обстановке, все отработано. Ваши вузы, вузы, в Министерство образования Крыма, как обстоит ситуация с госзаказом? Сколько процентов он может быть увеличился, либо уменьшился, и со стоимостью обучения? Стоимость обучения по сравнению с прошлым годом практически не изменилась в наших учебных заведениях, и не только те, которые относятся к сфере нашего управления, к сфере управления Министерства образования и науки, молодой жизни и спорта, автономной республики Крым. Но и в основном по тому мониторингу, который был проведен во всех остальных вузах государственной формы собственности, так же стоимость оплаты кардинально не изменилась. То, что касается бюджетных мест, в этом году в наше высшее учебное заведение, те, которые относятся к сфере управления Министерства образования, я еще раз их перечислю, это Крымский инженерно-педагогический университет, это Крымский гуманитарный университет, Симферопольский техникум радиоэлектроники, Феодосийский политехнический техникум и училище Олимпийского резерва. В этом году на дневную форму обучения, так как и мы планировали, в соответствии с заключенными договорами на подготовку кадров, у нас выделено 2060 бюджетных мест. На заочную форму обучения 492 бюджетных места, это практически у нас показатели прошлого года. По некоторым высшим учебным заведениям пересмотрено количество мест и они сокращены на 10%. Но в основном это, так скажем, не по живым людям, это опять-таки бюджетные места выделялись на конкурсной основе, и у нас высшие учебные заведения предоставляли на рассмотрение договоры, которые они заключили с работодателями на подготовку кадров, с целью того, чтобы мы могли обеспечить выпускников при выпуске первым рабочим местом, чтобы оно было гарантировано. То есть те специальности, по которым спроса не было, вот эти бюджетные места сокращены. При этом прошло перераспределение бюджетных мест внутри высших учебных заведений, сокращены бюджетные места на экономические специальности экономического направления, и при этом увеличено количество мест на специальности, которые связаны с инженерией, с циклом естественно-математических дисциплин. В целом цифры как изменилась по сравнению с 2020 годом? Я уже сказала 10%. На 10% в целом, да. Вот эти цифры, которые я озвучила, это сокращение прошло на 10% по сравнению с прошлым годом. А количество абитуриентов крымских увеличилось или уменьшилось? Количество абитуриентов пока нельзя сказать, что увеличилось или уменьшилось. То, о чем мы говорили, что была небольшая заминка с результатами тестирования, из-за чего в первые дни не пошло столько людей, сколько планировали вузы и сколько мы хотели бы видеть. Но, тем не менее, сейчас эта ситуация меняется, навершивается. Приемные комиссии работают в том режиме, который позволяет на сегодняшний день обработать все документы и не создавать очереди в приемные комиссии. Спасибо большое. Оксана Валентиновна, надеюсь, никого не обижу, если передам слово Алексею Николаевичу Гусеву, ответственному секретарю в приемной комиссии ТНУ. Начнем с ТНУ. Какая специфика у вас в этом году? Что у вас с бюджетом? В целом, как оценивается на плывки приемных? Есть за данный момент? Специфика любого приема в любой вуз определяется правилами приема. Собственно, правила у нас были разработаны основанием условий поступления во все высшие учебные заведения, поэтому ТНУ принципиально ничем не отличается от любого другого высшего учебного заведения Украины. Что касается плана приема на государственные места, в этом году по сравнению с прошлым небольшое сокращение в целом по университету. В том году было 975 бюджетных мест, в этом году 920 бюджетных мест в целом по университету. Вот это уменьшение коснулось в первую очередь юридического факультета направления подготовки правил ведения и экономического факультета. На других направлениях подготовки, в частности, конкретная инженерия, математика, план приема был даже увеличен по смене с прошлым годом. Но опять же, это связано с политикой, которая проводится в государстве, нам необходимы специалисты в IT-техновые. Действительно, первые 2 дня вступительной кампании количество заявлений было существенно меньше, чем в аналогичный период в прошлом году. К примеру, в прошлом году на второй день мы имели порядка 1000 заявлений, в этом году у нас было всего 400 заявлений. Однако, после того, как техническая проблема с распечаткой оценок по внешнему тестированию была решена, бюджетные клиенты массово начали подавать как через интернет, так и лично документы в Туреческий университет. На сегодняшний день мы отстаем от прошлого университета всего на 100 заявлений, вот на сегодняшнее утро. Потом, в принципе, приемная кампания уже вошла в достаточно рабочий режим, поэтому все в норме, ждем теперь результатов. А планы за обучение вы не достаете? Стоимость обучения для вторичного университета практически не изменилась. Самая дорогая специальность у нас это перевод в английский язык, 14 тысячи гривен в год. А в последнее время в прошлом году мы увеличим на 200 гривен. Минимальная стоимость, как была в том году 5600, так и осталась на украинскую и конецко-казарскую филологию. Спасибо. Времени у нас не так много участников, а наоборот очень много. Поэтому передам слово Игоря Анатолия еще, как у вас обстоят дела. Интересно, в первую очередь, услышать про плату. Есть мнение, что самое дорогое обучение именно ваше? Ну, если говорить о поплате, то она у нас тоже осталась на улове очень-то прошлого года. Хотя, действительно, у нас цифры, наверное, несколько лучше, чем в других вузах. Самая дорогая специальность у нас это стоматология. Стоимость обучения 20 тысяч 780 гривен в год. Далее идет лечебное дело 17200 гривен в год. Фармация и клим-фармация 16840 гривен в год. И педиатрия 16400 гривен в год. Причем, нужно сказать о том, что стоимость обучения остается у нас неизменной в течение всех шести лет, в отличие от некоторых других украинских вузов, где стоимость за первый год обучения низкая, а затем она прогрессивно растет. Если говорить о количестве бюджетных мест, то оно осталось неизменным. Ну, в общем, по нашему вузу это 300 бюджетных мест. Максимальное количество на лечебное дело 256, педиатрия 40 и стоматология 4 бюджетных места. Фармация и клим-фармация не имеют бюджетного финансирования. Ну, у нас в этом году, в общем-то, вступительная кампания проходит несколько более бурно, чем в прошлом году. Об этом может сказать хотя бы то, что если в прошлом году мы приняли чуть больше двух тысяч абитуриентов, на сегодняшний день у нас идет вторая неделя вступительной кампании, у нас уже полторы тысячи абитуриентов обратились к нам. Причем, как правило, каждый из них подает заявление на две-три специальности. В первую очередь это связано с тем, что в этом году мы включены в систему электронного вступа. Конечно, это несколько облегчает ситуацию для иногородних абитуриентов, поскольку им нужно приезжать для подачи документов, но и несколько усложняет нашу жизнь, поскольку абитуриенты допускают очень много ошибок при подаче электронных заявлений. У нас, например, были поданы электронные заявы, в которых абитуриенты указали средний балл. Один, один и четыре. То есть, видимо, они все-таки дети, детьми остаются и, видимо, знают, что в интернете как можно поменять свою фотографию ВКонтакте, также думают, что они могут изменить данное о себе. Вот, в общем-то, у нас такая ситуация на сегодняшний день. Спасибо. Вопрос Статине Сервиновичу. Это дело у вас, частично уже абседрационное, основываясь вашего вуза. Ну, специфика приема, в принципе, особо, особо, каким-то отличием, конечно, нас, скажем так, обходит. Все достаточно стандартно, как и в других вузах, которые коллеги перечислили. Значит, госзаказ немножечко, да, у нас сократился в этом году за счет уменьшения специальности экономического характера, но неизменными остались показатели по техническим специальностям. Поэтому приглашаю всех абитуриентов получить техническую специальность и возможность поступления на государственный бюджет очень велика. По поводу изменения оплаты за обучение, она осталась практически на уровне прошлого года. Единственное, небольшие коррективы коснулись, ну, там, буквально прыжок в 100-200 гривен. А так, в принципе, до 9000 гривен у нас идет оплата по филологическому направлению, экономическому направлению, и до 6, до 5000 гривен, это, в принципе, все остальные специальности. Поэтому оплата и количество бюджетных мест немножечко поменялись, но несущественно. Наибольшей у нас популярностью сейчас пользуются специальности, конкурс, скажем так, большой на педагогические специальности, это практическая психология, коррекционное образование. Вот. Ну и достаточно хорошо идет набор сейчас на технические специальности. Поэтому такая вот ситуация. Спасибо. Вопрос у нас теперь к Италье Геннадьевичу Соколову, Крымскому патриотехнологическому университету, еще одному известному вузу Крыма. Как обстоят дела у вас? Что нового? В Крымском патриотехнологическом университете по сравнению с прошлым годом не поменялись правила приема. К сожалению, как и в других вузах у нас уменьшилось количество мест на госбюджетной основе, уменьшилось на 10%. Рецензионный объем при этом сохранен в прежнем объеме. Стоимость обучения по сравнению с прошлым годом не изменилась. Она остается традиционно невысокой и варьирует от 3250 гривен на технологической специальности, технологии производства и переработки жиров и до 6200 гривен по специальности в геодезе, картографии и землеустроительства. Значит, количество заявлений по состоянию на 10 число 2013 года, к сожалению, несколько уменьшилось. Ну, я думаю, где-то в пределах 100-120 заявлений. Но, опять же, это связано с техническими проблемами в первые дни приема документов. Как показывают уже сведения последние дни, количество заявлений в последние дни у нас увеличилось. Таким образом, у нас эти приемы кампании идут как бы сопоставимо с прошлым годом и думаю, что мы будем на этом же уровне, как и в прошлом году. Спасибо. Спасибо. Ну, давайте к вопросам отчитателей перейдем, как перейдем, предупреждает слово журналистам. Вопросы разные к разным уровням Муза. Вопрос от Марины следующий. Здравствуйте. Как Вы объясните тот факт, что у нас в Музах Крыма, в частности, филиалы до сих пор, это состояние у нас была информация на стенде приемной комиссии. Это другой вопрос. Хотелось бы знать тогда конкретно ВУЗ, чтобы урегулировать эту ситуацию. И я, наверное, в самом начале не сказала о том, что в Министерстве образования нового и молодежи спорта Артономной Республики Крым создан оперативный штаб по вопросам организации и проведения вступительной кампании. И все желающие могут обратиться с каким-то вопросом, с какой-то законсультацией, с какой-то проблемой, которая есть, возникает при подаче документов. Может где-то отказ, где-то вот такая ситуация о том, что не вывешено неопределенное количество бюджетных мест, хотя это обязаны делать высшее учебное заведение, размещая и на сайте информацию, и на стендах приемной комиссии. И для этого можно работать телефон консультационный по 601-254. Пожалуйста, можно обращаться по этому телефону, можно обращаться просто оставить на сайте Министерства. Есть гостевая страничка, можно также оставить свой вопрос для того, чтобы такие ситуации как можно быстрее урегулировать и решить вопрос. Хорошо, спасибо. Вопрос от T или T. Вот скажите, пожалуйста, какими рейтингами бутериентов появляется перед подачей документов? В каком способе порядок? Общая листа. Если бутериент, данный бутериент относится в единую электронную базу, он на следующие сутки должен появляться в рейтинге на сайте стоп.инфо. Соответственно, если высшие учебные заведения публикуют для удобства бутериентов рейтинг на своем сайте, то, соответственно, на сайте университета. В самом случае, в туристическом университете именно такая ситуация. Думаю, коллеги меня поддерживают. Очень часто задают вопрос на телефон консультационной линии, спрашивают, какой проходной балл в этом году в то или иное высшее учебное заведение. И мы всегда объясняем, что проходной балл можно уточнить и узнать только перед тем, когда будет уже сформирован полный список. Один год студенты могут прийти с максимальным количеством баллов в высшее учебное заведение, другой год они могут прийти с меньшим количеством баллов. Поэтому проходной балл до вступительной кампании как подсчитать, и это невозможно обнародовать. Поэтому для этого рейтинговые стыки и формируются, и свой рейтинг можно отследить в любом подприемной комиссии, на сайте учебного заведения и на единая база так же можно отследить. Спасибо. Но у нас тоже очень много вопросов, которые касаются именно того, хватит ли мне столько баллов. Ну, это, наверное, общий такой ответ на вопрос, да, потому что сказать, хватит достаточно ли баллов, можно будет сказать, когда будет закрыт журнал приема заявлений, и когда уже по рейтингу можно будет определиться, четко будет видно. То есть такой стресс, на самом деле, для этого приема? Ну, определенная интрига, конечно, есть, она всегда была при поступлении в высшее учебное заведение. Страз, я думаю, начнется с 1 августа, когда уже будут определены конкретные рейтинговые списки и будут рекомендованы определенные лица к зачислению в соответствии с их конкурсным баллом. Вот тогда уже для них начнется, как говорится, чехарда, где я прохожу, где я не прохожу, а здесь я прохожу, а тут я не прохожу и так далее. И в этой ситуации такой вот, ну, небольшой совет абитуриентам, если вы определились с конкретной специальностью в конкретном ВУЗе, да, то лучше, конечно, там оставить свои оригиналы документов, чтобы потом не было этой чехарды с перебрасыванием оригиналов на высшее учебное заведение. Какой процент вообще целого отсеивается этот прием? Разные воды по-разному, да? И разные специальности по-разному. И разные специальности, конечно, также по-разному, потому что, опять-таки, от рейтинговой системы, от того количества бюджетных мест, почему-то многие готовят мнение, что на бюджет подавать заявление даже не стоит. Мы всегда всем говорим, подавайте на бюджет, пробуйте подать документы на бюджет. Если вы уже по конкурсу не проходите на бюджет, вы можете участвовать в конкурсе зачисления на обучение за счет физических и юридических лиц, но даже не попробовав сдать на бюджет, потом говорить о том, что туда невозможно попасть, ну, наверное, это как в том анекдоте, да, про лотерею, там, где ты хотя бы купи билет называется. Так в данном случае здесь тоже нужно хотя бы подать, попробовать участвовать в конкурсе, а потом говорить о том, что туда попасть невозможно. Сейчас ситуация складывается так, что по сравнению с прошлыми годами, годами у нас количество абитуриентов снижается с каждым годом, и, соответственно, шансов попасть на бюджет значительно больше. Спасибо. Вопросы. Значит, уважаемые читатели, я вам пропускаю вопросы, связанные с тем, в качестве у нас входит для меня количества баллов и наступлений. Лена задает такой вопрос. Подскажите, если в колледже ДНУ туризм можно попасть на бюджет и есть ли общежитие? По порядку. В первом колледже есть специальность для получения образования на конструкционном уровне младший специалист, называется на обслуживание, организация туристического обслуживания. То есть не туризм, а именно такое название. Второе. Бюджетных мест в этом году в министерстве нам, к сожалению, не выделено, и, соответственно, прием ведется, 50 лицензионных мест, 50 человек мы можем принять на коммерческую форму обучения. Ясно, спасибо. Вопрос от Сергея. Скажите, пожалуйста, при поступлении на коммерцию в факультет филологии английский язык, сколько будет стоить обучение в этом году, сколько стоило в 12-м году? Наверное, тоже в этом году. Дело в том, что факультет иностранной филологии ведет прием на 7 направлений подготовки. Это 3 перевода, соответственно, английский, французский, немецкий языки и 3 филологии классических, это английский язык, немецкий, французский и новогреческий. Соответственно, цена различная. Максимальная цена на перевод английский язык 14 тысяч гривен, минимальная цена филология немецкий, французский, новогреческий 8 тысяч 100 гривен в год. Ясно, спасибо. Вопрос далее у нас от Оксаны. Здравствуйте, вопрос к Агротехнологическому университету. Скажите, пожалуйста, какое количество бюджетных мест и какова стоимость обучения на специальность процесса машины и оборудования агропромышленного производства? Бюджетных мест в Крымском Агротехнологическом университете по специальности процесса оборудования и агропромышленного производства, значит, 40 бюджетных мест. Стоимость обещения в Санкт-Петербурге, что по этой специальности стоимость 3895 гривен в год. Это стоимость за год. Спасибо. Далее вопрос. К ИПУ. Вопрос. Какие предметы зло надо было спать на журналисты? Значит, на журналистику у нас идет первый творческий конкурс, это сочинение. Второе обязательное – это украинский язык. И третье – на выбор всемирная история или история Украины. Хорошо, спасибо. И вам уже вопрос. Выпроходной балл на бюджет музыкального искусства в КИПУ. Это та же самая ситуация, значит, они сдают поначалу творческий конкурс в виде прослушивания, и в соответствии с тем, как они его сдают, в принципе, и определяется проходной балл. Очень часто у нас бывает со специальностями искусствоведческого и вот в этом году журналистики такая ситуация, что мы должны принимать документы даже у амбитуриентов, у которых по одному из двух оставшихся предметов ВНО не 124 баллов, потому что есть достаточно высокая вероятность того, что человек сдаст творческий конкурс с баллом 170 и выше. Тогда, согласно правил приема, он имеет право действовать в КИПУ. Ясно, спасибо. Ну вот пришел вопрос нам, что мы частично ответили на этот вопрос, но, может, не полностью. Какие специальности и направления лидируют в КИПУ по объему госзаката? Какие профессии стали наиболее, наименее востребованы в этом году? Ну вот, помимо того, что мы сказали, может быть, еще? Специфика Крыма, она, конечно, накладывает свой отпечаток, да, это то, что касается, что нужно в регионе, в котором развивается курортно-туристическая отрасль, в котором развивается сельское хозяйство. И, в первую очередь, самое престижное и самое востребованное это то, что касается перевода, то, что касается туризма, то, что касается правоведения. Все эти специальности, которые требуются для обеспечения, так скажем, бесперепойной работы основных направлений экономики. В нашем вузе, в Крымской технологической университете в последние годы популярна специальность геодезия, кавтографии и земные устройства. И также популярна специальность ветеринарная медицина, экономические специальности, учетов, финансов и кредит, экономика предприятия, также довольно популярна. Но и в последние годы повышается престиж специальностей биологического направления, агрономия и технологического направления, технология производства, переработки молока, Молока, технология производства виноделия, также технология производства жиров. То, что связано с акросектами. Да, совершенно верно. А вот эта вот мода, которую раньше все говорили, на юристов и экономистов сохраняется или нет? Потихонечку такой ажиотажный спрос, который был, лишь бы поступить и на юриста или на экономиста, учиться, неизвестно дальше, куда ты пойдешь и как. Постепенно наши молодые люди начинают думать, задумываться о том, куда они смогут пойти работать, с какой заработной платой, на каких условиях они могут пойти работать. Поэтому, конечно, сейчас та работа, которая проводится по профориентации, по той ситуации, которая складывается на рынке, труда по разъяснениям, то, что проводит Центр занятости Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым, Министерства социальной политики Автономной Республики Крым. Постепенно ситуация выравнивается и постепенно на эти специальности люди, которые понимают, что можно найти в том месте, где он живет, более выгодную работу, более хорошую работу, а не экономистам и юристам идти и становиться, регистрироваться безработным, они выбирают уже эти специальности. Спасибо. У нас сочетательные вопросы завершены. Вы, коллеги, пожалуйста, задавайте свои. Я канал АТР, Сергей Григорьев, работаю с тем, что про оценивание недвижимости. А есть ли какая-то статистика, статистические данные, какое-то количество, общее количество абитуриентов в этом году? Общее количество абитуриентов мы можем исходить из того, что сколько у нас зарегистрировалось на ВНО, потому что основным условием является прохождение внешнего независимого оценивания. И вот по той статистике, которая есть, у нас зарегистрировалось 15 749 человек. В прошлом году это было 15 730 человек. Из них 78% это выпускники этого года и 22% это выпускники прошлых лет, но те, которые закончили школу после 2007 года. Те, кто закончили раньше, они имеют право либо сдавать ВНО на свой выбор, они могли, либо сдавать экзамены в учебных заведениях. И из этого количества, получается, сдавали ВНО и средняя явка составила где-то около 80-90%. То есть еще из тех, кто зарегистрировались, были те люди, которые передумали, может кто-то в высшее профессиональное училище пошел учиться просто в профессиональное техническое училище или переехали. Различные ситуации бывают. И вот 86% таким образом от общего количества зарегистрированных приняли участие в ВНО. Вот из этой цифры мы можем сходить. А если я еще попросила, вы сказали, что на 10% количество бюджетных мест сократилось. Еще раз, причина, если можно, вот вкратце. Причина сокращения бюджетных мест в этом году в исполнении постановления Кабинета Министра Украины, Министерством Образования и Науки Украины проводился конкурс, конкурсный отбор исполнителей государственного заказа. Точно так же у нас наше высшее учебное заведение финансируется из республиканского бюджета Автономной Республики Крым. И, соответственно, точно такой же конкурс был проведен у нас. Для того, чтобы участвовать в конкурсе и получить бюджетные места, основным условием, как я уже говорила, было наличие договоров у высшего учебного заведения на подготовку кадров. Здесь основная цель преследовала, что высшее учебное заведение, во-первых, если оно вперед в бюджетное место, то это должно быть гарантировано для государства, что это специалист, который будет востребован. Другая сторона этой медали, что этот специалист, который придет учиться на бюджетное место, он, отучившись, не уйдет на биржу труда безработным, а что он все-таки получит свое гарантированное первое рабочее место. Поэтому, проанализировав все эти договоры, которые сдали высшее учебное заведение, были сокращены на 10%, это очень немного, количество бюджетных мест, вот их сократили по тем специальностям, которые не были обеспечены такими договорами. И последний вопрос, до какого числа будут приниматься заявления? Заявления принимаются до 31 июля. Спасибо, еще вопросы. А сколько в Кипу бюджетных мест в этом году? Значит, 510 мест у нас на бакалаврате, на первый курс, научные формы учения и... Нет, всего я разбивку не брала, я так не вспомню, цифру, любую такую детальную информацию, да, ее можно получить на сайте высшего учебного заведения. Вы заходите, и там все видно. Общее количество мест в инженерно-патологическом университете на обучение по образовательно-квалификационному уровню. Младший специалист, бакалавр, специалист, магистр, 923 бюджетных места, дневная форма обучения и 392 бюджетных места, заочная форма обучения. Это достаточно высокий показатель, это практически на уровне Томического национального университета количество бюджетных мест. И можно сказать, что в данном случае наши республиканские высшие учебные заведения находятся в немножко более выигрышном положении по отношению к государственным вузам. Бюджетное количество бюджетных мест не сокращено сильно, и ничего, собственно говоря, не изменилось кардинально, как я уже говорила. А вот еще электронное поступление, об этом говорил только Игорь Анатольевич. Как вообще в этой новинке этого года? Это не новинка этого года, это уже система, которая отрабатывается, это не в этом году введено. Электронная подача заявлений, то, что касается, вы это имеете? Да. Электронная подача заявлений, она введена на первый год уже работает, и сейчас, собственно говоря, никаких особых проблем. Единственное, на что акцентируется внимание, что высшие учебные заведения, приемные комиссии должны обеспечить обработку этих заявлений в течение не более 24 часов с момента поступления. И, опять-таки, на телефон горячей линии министерства не поступало никаких жалоб на то, что заявления обрабатываются дольше или возникают какие-то проблемы. Потому что мы надеемся, что все идет в рабочем порядке, чему является подтверждением отсутствия каких-то жалоб или замечаний. Это новинка у нас, наверное, потому что в прошлом году медицинские вузы, все медицинские вузы не имели возможности принимать электронные заявления. Только с этого года. А за прошлом году был прием электронных заявлений, и вот в этом году она возобновлена. Ну, эта система, она отрабатывается, как это было три года назад, это было действительно нововведение, это проводилось в виде эксперимента. Сейчас все высшие учебные заведения имеют возможность, как абитуриенты, так и высшие учебные заведения, работать с этой системой. С одной стороны, это позволяет ускорить процесс подачи документов, не нужно абитуриенту ехать. С другой стороны, это опять-таки человеческий фактор высших учебных заведений. Сокращается количество работников приемной комиссии, которые должны сидеть и работать. Этуриентам удобно подать заявление и получить всю информацию в электронный вуз. Каждый год говорят про какие-то сбои, которые связаны с этой системой. Как в этом году? Сервер сильно перегружится, а не открывается. Дальше в этом году идет штат, там в режиме, проблем особо нет. Но основная проблема это сами абитуриенты, которые, к сожалению, регистрируясь на сайте Асвита, не совсем корректно, а зачастую неправильно заполняют эти анкеты. Уже речь была о том, что средний балл неправильно подается. Многие абитуриенты не указывают ни адрес, ни обратный телефон, ничего, что позволяет приемной комиссии хоть поддержать обратную связь. Да, он видит в своем личном кабинете, что ему допустили конкурс. Да, он видит в свою позицию в рейтинге. Есть множество других моментов. Например, если он подает на специальность, где предусмотрен творческий конкурс, он даже не может перевести свою фотографию. Мы до самого экзамена просто не знаем, кто к нам придет на этот самый экзамен. Поэтому я все-таки советовал абитуриентам, если они живут в черте города, ну или Северопольский район, все-таки по возможности приехать подавать документы лично. Да, конечно, это все удаленные регионы, ничего плохого в этой системе нет. Но лучше, намного лучше прийти подать документы лично. Вы, во-первых, увидите тот вуз, в который вы планируете учиться. Вы ознакомитесь с детальными поступлениями. Вас проконсультируют в условиях, в самом, наверное, ответственном этапе вступительной кампании с 1 по 10 августа, каким образом будет проводиться зачисление, рекомендации и так далее. Поэтому все-таки, если есть возможность, лучше подавать лично. Спасибо. Не касались ли мы вопросов новых специальностей? Может быть, в этом какие-то открыли новые специальности? Вопрос ко всем? Я могу сказать, что у нас в этом году не новая специальность, но мы начали прием абитуриентов на второй курс. Это выпускники медицинских колледжей по специальности, которые закончили медицинский колледж, по специальности лечебное дело или сестринское дело. Вот для таких людей есть возможность поступить сразу же на второй курс и тем самым сократить время своего обучения до 5 лет. И здесь, опять же, хотел бы обратиться к абитуриентам и сказать о том, что для людей, которые сдают экзамены, прием документов до 20 июля. И вот как раз выпускники колледжей поступают на основании комплексного экзамена по анатомии, физиологии и медицинской биологии. Есть, есть, есть. Новая специальность у нас открытая, это журналистика. Спецификой является то, что работают два сертификата по ВНО, я уже сказал, каких, и творческий конкурс в виде сочинения. Поэтому милости просим, как говорится, пополнить добрую когорту наших комплексных колледж. Почему вас это приведет? Неужели это такая большая способность? Есть необходимость в этом. Я думаю, детальную информацию вам может предоставить и декан факультета Крымско-Катарской и Турецкой филологии, заведующий кафедрой журналистика и Гаян Ютси. Поэтому, как говорится, мы осуществляем технический процесс приема абитуриентов. А все так, как говорится, наполняющие и составляющие, я не подробно вам об этом расскажу. Спасибо. Если вопросов нет, да. Реально-намерное информовое агентство КХР. Скажите, пожалуйста, а на какие условия в Крымские вузы могут поступить иностранные студенты? Я, если позволите, я хочу... Вот три вуза, в которых иностранные студенты могут обучаться, наверное, да? Ну, во-первых, необходимым условием является наличие лицензии на подготовку иностранных специалистов. В частности, в Турецкой университете лицензия достаточно большая. Мы можем принимать ежегодно до 100 иностранных граждан. Соответственно, поступление иностранцев рекомендируется умовами приема. В 20-м процедуре на каждое высочаренное заявление должно было разработать свои условия, на основании которых тот или иностранный университет принимает иностранцев. В Турецкой университете иностранцы могут поступать на абсолютно любое направление подготовки, но, подчеркиваю, только на дневную форму обучения. И иностранцы не могут учиться за средства госбюджета, только на коммерческой форме обучения. В Турецкой университете иностранцы поступают... Конкурс проводится на основании собеседования. Я, если можно, дополню, да, коллеги там еще скажут, наверное, где иностранных студентов принимают еще более детальную информацию. Иностранные граждане могут учиться на бюджете только в том случае, если это зарубежные украинцы, у которых есть соответствующее удостоверение. Но у нас, насколько я знаю, таких случаев еще не было, они подавали документы. Но эти зарубежные украинцы, они имеют право, предоставив удостоверение, участвуя в конкурсе, конечно, не без конкурса, участвуя в конкурсе на раме со всеми, претендовать на обучение за счет бюджета. Наш университет проводит подготовку иностранных граждан по специальности лечебное дело и стоматология. Мы принимаем, будем принимать документы у них начиная с 15 августа. И, опять же, зачисление будет происходить по итогам собеседования, по идеологии и химии. В нашем университете тоже проводится объем амбитуриентов иностранных государств. Эти амбитуриенты поступают, так же, как и в других вузах, только на платные коммерческие иностранные. Они могут поступить на любое направление по любой специальности, но у них не имеется сертификатов обыдного, они сдают ступительные экзамены. И, опять-таки, в дополнение, у нас подготовку, чтобы ввести подготовку иностранных студентов, как уже было сказано, необходима отдельная лицензия. Вот в такой лицензии у нас располагает Таврический национальный университет, Национальная академия природоохранного и курортного строительства, Крымский медицинский университет, Агротехнологический университет и Крымский гуманитарный университет. Вот эти те вузы, которые на территории Крыма имеют право принимать иностранных граждан на обучение. Стоимость обучения в данном случае регулируется постановлением Кабинета Министров Украины, и она немножко больше для иностранных студентов в связи с тем, что у них есть определенный подготовительный этап. Здесь специалисты с правом преподавания, которые владеют иностранными языками, соответственно, стоимость обучения, она немножечко выше. Алексей Григорьев, портал в городе. У наших читателей был самый частый вопрос, можно ли поступать по данным старых результатов ВНО. Да, конечно, можно поступать и сертификаты предоставлять прошлых лет тестирования результатов ВНО, да? И второй, наверное, вопрос был. Во всех вузах можно подавать ВНО или еще где-то нужно сдавать экзамены. Как вы понимаете, творческие специальности? Ну, то, о чем говорилось, да, творческие специальности или специальности в основном это направление, где необходимо проявить какое-то творчество или, допустим, даже физическое воспитание, где невозможно человека взять, не зная его физических возможностей. Конечно, там есть дополнительные творческие испытания или экзамены. Это все отражается в правилах приема в высших учебных заведениях. Опять-таки, можно ознакомиться на сайте каждого высшего учебного заведения с этими правилами приема. Ну, если человек закончил учебное заведение, скажем так, раньше 2007 года, то он сдает экзамены, опять-таки, по тем предметам, по которым выпускники уже нынешних лет, да, сдают сертификаты в ИНО. Я надеюсь, что Полидж еще зарекомендует себя в будущем, поскольку мы только, мы совершенно и расскажем, только два года ведем прием на структурное подразделение. Первый выпуск у нас планируется как раз в следующем году. То есть, по результатам будем оценивать качество наших курсников. Но уже сейчас я могу сказать, что выпускники нашего колледжа будут иметь возможность поступать на старшие курсы соответствующих специальностей университета. Это первый и самый главный большой курс. Во-вторых, второй год подряд мы уже имеем возможность принимать на бюджетные места студентов колледж. Это, соответственно, специальности обслуживания компьютерных систем и сетей. Это преподная математика и аналитический контроль качества химической продукции. На трех других специальностях, к сожалению, только за счет физических и юридических принципов мы ведем прием. В этом году уже многие абитуриенты, точнее, выпускники колледжа получили аттестат о полном среднем образовании. Но они воспользовались возможностью продолжить свое обучение именно в колледже, а не идти в другие бывшие учебные заведения. Поэтому говорить все-таки о качестве подготовки, о том, надеемся, что все-таки колледж еще долгое время будет радовать и абитуриентам, и товарищам университетам. Спасибо большое. Спасибо. Если вопросов нет, хочу поблагодарить всем присутствующим. И у нас есть четыре награды сляции. Предлагаю вам пожелать, чтобы быть нашим читателем, у нас все потенциальные абитуриенты. Давайте начнем с порядком с Виталией Геннадьевичем. Уважаемый абитуриент, я бы пожелал вам сделать правильный выбор, выбрать ту специальность, которая вам по душе, которая у вас возможна в будущем, даст вам возможность получить профессию, которая, в общем-то, даст вам возможность приобрести работу, а в дальнейшем, возможно, вас обеспечить материально. Двери нашего вуза открыты для тех, кто увлекается, который заинтересован сохранением ресурсов, природных ресурсов и интересуется технологиями, современными технологиями аграрного производства. Просим вас к нам в университет. Спасибо. Брадоста. Таврический университет традиционно это старейшее высшее учебное заведение Крыма. Он традиционно готовит специалистов высшей категории по более чем 50 специальностям. Поэтому Таврический университет приглашает получить высшее образование по всем четырем образовательно-профессионным уровням, которые есть в Украине, как влаший специалист, бакалавр, специалист, магистр. Абсолютно на всех специальностях есть бюджетные места, поэтому можно одновременно и получить профессию, и, соответственно, это сделать совершенно бесплатно, средства государственного бюджета. Что хочется пожелать ему клиентам? Я хочу все-таки в этот непростой период сделать действительно осознанный выбор. Сколько выбор профессии определяет дальнейший жизненный путь. Поэтому, пожалуйста, выбирайте те специальности, которые вам по душе, а не те, которые выбираете благодаря тем предметам, которые используются в дальнейшем тестировании. Поэтому запаситесь терпением, сделайте осознанный выбор, и всех вас ждем в высшем учебном заведении, в частности, в вторичном национальном университете. Ну, как коллеги уже сказали уже, да, основное это правильно выбрать специальность, и студические годы это самые незабываемые годы и самые лучшие годы. Это потом начинаешь понимать, когда проходит какое-то время. Для того, чтобы они стали лучшими и незабываемыми, надо выбрать не только правильную специальность, которая определит будущую жизнь, но и учебное заведение, которое даст эту специальность того уровня и того качества, которое позволит себе потом в дальнейшем эту жизнь облегчить. Ну и студенческие годы сделают незабываемыми. Там, где замечательные студенческие коллективы, там, где есть условия для развития студентов, не только для обучения, но и для творчества, и для научной деятельности, для общения с коллегами из других учебных заведений, как регионов Украины, так и то, что в рамках международных договоров высшее учебное заведение обмен осуществляет. То есть правильно выбрать специальность, правильно выбрать ВУЗ. Всем желаем этого. Спасибо. Уважаемые абитуриенты, двери нашего университета открыты для вас. Мы ждем вас прежде всего на технические специальности, потому что сегодня стратегия развития нашего государства строится на том, чтобы строить новые производства, открывать новые производства, и поэтому технические и инженерные специальности, они будут востребованы через определенное количество времени, в течение следующих пяти лет. Ну и прежде всего технический такой вопрос, дробь пожелания, конечно, работайте с теми специальностями, которые вам по душе, и, конечно, не забывайте про оригиналы, потому что сдав оригинал, вы значительно улучшаете себе жизнь и экономите свои нервные клетки. Спасибо. Я бы хотел пожелать абитуриентам терпения, не паниковать и, в общем-то, все вовремя и правильно делать, а абитуриентам, наверное, уже следующего года. Внимательно ознакомиться со всеми условиями приема, чтобы избежать каких-то ошибок, действительно осознанно подойти к этому выбору, потому что, в общем-то, это ваша будущая специальность, это то, что выбирается на всю жизнь. И, наверное, обратиться к родителям с такой просьбой, прислушивайтесь к своим детям, потому что иногда бывает так, что, толкая ребенка в какой-то вуз, чтобы реализовать свою неизбывшуюся мечту, вы этого ребенка просто обрекаете на мучения. Ребенок не хочет учиться, тем не менее его заставляют. Поэтому слушайте своих детей и принимайте решения совместно. Ну, а выпускники нашего вуза традиционно востребованы в нашей стране. Нужны врачи, об этом говорят цифры госзаказа по специальности лечебное дело, педиатрия. Поэтому милости просим к нам в вуз. Приходите на дни открытых дверей, делайте правильный вопрос. Два слова можно? Подтверждение того, что вступительная кампания в этом году идет уже, так скажем, по накатанной колее, по отработанной системе, то, что многие достаточно открыто все это, информация размещена, свидетельствует то, что сегодня было мало вопросов. Мне кажется, это лучшее свидетельство, и что мы даже раньше времени заканчиваем, я так понимаю. Да, так, консультируется. Спасибо большое уже в гости, что мы в такой непростой прием для своего вуза нашли время общаться с читателем и присутствием с нового вуза. Спасибо.